Девушки отдыхают Есть набор геймплейных правил и возможно иногда даже некое подобие сюжета Если сюжет есть, то и сюжетные миссии сделаны вручную Если же нет, то и фиг бы с ними В таком жанре сюжет как правило и не нужен Это лишь декорация А вот все самое интересное происходит на автоматически генерируемых картах Именно к этому жанру относится игра Helldivers Я не зря вначале пошутил про вселенную Warhammer При ближайшем рассмотрении становится понятно, что немалую часть концептуальных идей позаимствовали именно из этой вселенной Не потому, что разработчики что-то там прям вот воровали А скорее потому, что в рамках этой концепции особо ничего ты не придумаешь на самом деле Сама идея игры проста Бесконечная война, обернута в бессмысленный пафос без цели конца Но в отличие от Warhammer, Helldivers даже не пытается казаться серьезным Тут все наигранно, утрированно и выстебывается самым жестким способом Итак, цивилизация ушла далеко вперед, уже освоена галактикой И разумеется, сильнейшей точкой является Супер-Земля Это та же Земля, только Супер-Земля И на этой Супер-Земле наверняка сидит Супер-Правительство Которое, собственно, и проспонсировало армию адских десантников Несущих демократию в каждый уголок галактики Вот, собственно, и весь сюжет Вы бы видели эту наигранную пафосную заставку Где адские десантники держат детей, типа проявляя заботу о гражданах А уж с какой претенциозностью говорится о несении демократии В общем, разработчики сами же себя, собственно, и выстибали И получилось довольно-таки забавно Ну и, собственно, вот, начинается игра с обучения Где тебе покажут, что и куда нажимать, чтобы было весело Управление, кстати, присутствует как с клавиатуры для настоящих садомитов Так и с геймпада для богоподобных личностей Вроде тебя, мой друг Если у тебя еще нет геймпада, то какого спрашивается хрена? Купи уже и присоединись к нашей богоподобной когорте Вот и о чем бежья Да, управление Управление незамысловатое, потому как, собственно, механика Проста как валенок Но этот валенок подарит вам много часов отличного геймплея, детишки Итак, закончилось обучение И вот тебя кидает на мостик корабля Это твоя база, хаблокация Собственно, тебе остается только выбрать расу, против которой воюешь, и планету Рас всего три, то бишь три вида противников Жуки, аналог тиранидов, сплошная органика И много диетического, легко усвояемого говна Особенно, когда они прут на тебя толпой Вторые, киборги Мы их в шутку называем немцами или дойчами Потому что они говорят на ломаном немецком Идем мы, значит, с другом по полю, с пулеметом Навстречу патруль киборгов Они орут «Гейгенман», что с немецкого означает «Человек идет» Мой друг слышит это как «Гейгенман», что означает «Напротив мужчины» И это напоминает ему песню группы Рамштайнман «Гейгенман», которая про геев И вот с криком «Сам ты пидор!» мой друг уничтожает патруль Вот такая вот незамысловатая комбинация в голове у адского десантника Что поделать? Третья раса — это просвещенная Высокотехнологичная мрази Если жуков можно было сравнить с тиранидами, а киборгов с хаоситами Причем с ланишитами к хорнитами То просвещенные — это такие эльдары Все обелесые, все технологии такие возвышенные Что не солдат, то прям как из Сколково Собственно, вот эти вот три народца живут в разных частях галактики И одинаково бесят суперземлю Вот потому для их завоевания регулярно отправляются флоты адских десантников Далее нам надо выбрать планету Разумеется, название локации генерируется автоматически и каждый раз по-разному От выбора планеты зависит не только условие проведения боя То бишь в снегах мы будем ползать или бегать вокруг вулканов — это ерунда Главное — это, собственно, награда за прохождение планеты О них чуть позже На каждой планете есть от двух до трех миссий Каждая из которых включает в себя набор заданий Собственно, выбираем миссию и десантируемся И, наконец, когда с теорией покончено, переходим уже к практике Адский десантник на поле боя — это машина для убийства Предвозмогающая любые сложности, а сложности тут будет в достатке Поначалу, конечно, на легких уровнях будет довольно просто Главное — постичь азы Все это выглядит так На каждой миссии есть несколько заданий, которые игрок должен выполнить, управляя своим пехотинцем в изометрическом виде Притом, по карте разбросаны патрули противников, которые при должной сноровке можно обходить При той самой сноровке можно вообще умудриться не ввязываться в бой за все задание И на высоких уровнях сложности это считается лютым мастерством Пока же особой разницы нет Если вовремя не уничтожить заметивший тебя патруль, то поднимается тревога и из всех щелей начинает лезть враги До тех пор, пока они все не будут уничтожены, тревога не будет погашена и они так и продолжат лезть И если на легком уровне сложности это не беда, то вот на сложности типа глубины ада это уже, извините, глубины ада Потому что пока ты сражаешься с одной армадой, которой что не уровень сложности, то все жирнее и жирнее Разведчики при этом продолжают рыскать В полубое не обратить внимания на очередной патруль, это обычное дело, а где два, там и четыре И вот уже вместо одной армады ты сражаешься четырьмя, и конца этому не видно Солдаты неумолимо прут на тебя, а ты бегаешь как сучка, бегаешь вокруг них и пытаешься отстреливаться Ой, что это? Патроны кончились? А ты как думал, в сказку что ли попал? Мало того, что оружие здесь надо перезаряжать, так оно еще и запас патронов имеет, и он ограничен Нехер разбазаривать казенные имущества суперземли впустую При этом не забывай, ты сюда не убивать врагов, пришел выполнять задания Задания, кстати, самые разные Есть, по сути, простые, например, захват флага, просто стоя рядом с точкой, отбиваясь от врагов Если они есть Его провалить нельзя Но большинство заданий провалить все же можно Это и защита объекта с постоянной его активацией, и сопровождение груза или выживших до базы И перенос чемоданчика, который слишком громоздкий, чтобы нести его одновременно с винтовкой Приходится из пуклыки отстреливаться, и чудо-хрена подобного Плюс, даже когда все задания выполнены или же провалены, такое тоже возможно Игре не конец, ты еще должен добежать до точки эвакуации и дождаться шаттла Самое смешное, когда идеальная миссия проваливается из-за того, что эвакуационный шаттл садится нам на голову У нас такое было, и ох, мы тогда орали Ну и вот, и когда ты уже готов отбросить коньки, ты вдруг видишь спасательную надпись Вася Пупкинс присоединяется к игре А механический голос вещает адский десантник на поле И таки да, дропот падает прямо на голову самому жирному монстру, расплющивая его к хренам И из него выползает гордо тот самый Вася Пупкинс И вы вместе начинаете мочить срамых ксеносов во имя суперземли и демократии Да, это кооперативная игра Проходить миссии в одиночку скучно А на высоких сложностях это еще и нереально Хеллдайверс игра для команды, желательно для сыгранной И вот, когда вы уже близки к победе, к вам присоединяется еще один десантник Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал Дроппот падает прямо вам на голову, заканчивая преждевременно миссию Занавес Вообще, то ли по несчастливой случайности, то ли шутки ради Дроппоты союзников при присоединении так и норовят упасть именно тебе на голову Потому что френдли фаер — выбор настоящих мужиков А если ты не мужик, а девушка, то ты тоже почувствуешь вкус френдли фаера В общем-то, да, примерно эта игра и себе представляет Ты один, а лучше вчетвером, против орд превосходящих сил противника в попытке выполнить задания Разумеется, должно быть что-то, что поможет превозмочь этих уродов И оно, безусловно, есть Это два аспекта — оружие и стратегемы Оружие, но, собственно, оружие и есть Начинаем мы с простенькой винтовкой и парой гранат Но с повышением уровня будут открываться новые стволы И стрелять они будут совсем не обязательно пулями Лазер и плазма тоже присутствуют Патроны имеют свойство кончаться Причем кончаться правильно Обычно в играх, если оружие перезаряжается То количество патронов в рожке дополняется из своего патронохранилища Но, сами понимаете, это игровая условность Никто не будет докладывать патроны в рожок в полубое Ты просто выкидываешь один и вставляешь другой И если в том еще остались патроны, то с глаз долой, сердце вон Так же и в этой игре Поэтому постоянно перезаряжаться — верный путь к поражению Обычно десантник таскает на себе 4 рожка с патронами Так что боеприпасы надо беречь Есть оружие с бесконечным боезапасом Но не спешите хлопать в ладоши от радости Если вовремя не прекратить жать на гашетку То оружие перегреется, прямо как британский излучатель из Mass Effect И понадобится охладитель, который, по сути, также является боеприпасом Да, у адских десантников даже бесконечность не бесконечна Такие вот они суровые Те самые патроны изредка будут валяться на опорных точках на карте Но чаще всего пополнять их придется стратегемами Стратегема — это стратегический объект, который ты запрашиваешь через рацию с орбиты Набирая стрелками нужную комбинацию В начале каждой миссии ты выбираешь 4 стратегема из набора имеющихся И во время боевого задания можешь их вызвать Количество вызовов зависит от самого стратегема, но оно всегда ограничено Кроме тех, что по умолчанию даются на задания Например, всегда дается стратегема воскрешения Если напарник помер, просто вызываешь новую капсулу с ним Главное — не себе на голову Любая капсула, будь у нее хоть мешок с рисом, гарантированно убивает того, на кого упало И очень хорошо, если ты впрямь окажешься противник Но нередко собутыльники-десантники в полубое сами же под свой дроп пот и попадают Вот к стратегемам патроны относятся Закончились запросить с орбиты Но не патронами едино На самом деле стратегемов гора Это и авиаудары разного типа Бомбы, мины, напалм Это и оружие, например, тяжелый пулемет или лазерная пушка, которые можно дополнительно использовать помимо основного оружия Это и джетпаки, и противопехотные ежи Ну и, конечно же, разного типа турели, дредноуты и танки Последние особенно добавляют к происходящему веселье На дредноуте танке или еще каком-нибудь там мотоцикле Переодолевать периметр намного удобнее и быстрее А если дурында оснащена крупнокалиберной пушкой, то и вовсе счастье полные штаны Но не спеши радоваться, дорогой десантник Если тебе досталась железная карета с пушками, это еще ничего не значит При первой же возможности она вполне может застрять в огромной толпе крупнокалиберных врагов И там быть сожрана И хорошо, если ты успеешь покинуть догорающую посудину Ну а при более мастерском управлении и хорошем сечении обстоятельств Машина, разумеется, будет верной и надежно поддерживать союзников огнем До тех пор, пока патроны не закончатся После этого она становится совершенно бесполезна Дозаправить ее снарядами невозможно Да и починить крайне проблематично Так что даже в самом крутом танке Ваша команда не может чувствовать себя совсем уж вальяжной Транширить патроны, стреляя из окна в пустоту с криком ДАГЕСТАН Дополняет картину тот самый френдли файр Это относится как к союзникам, так и к стратегемам То есть турель не разбирает Стоишь ты, балду несчастный на линии огня или нет Попасть под дружеский огонь Или даже под перекрестный Это как пидать В теории тут можно пригнуться и спастись Но успеваешь далеко не всегда В этом случае десантник получает ранение И быстро нажимая кнопку Может через какое-то время встать Отползая на безопасное расстояние А может быть поднят напарником Напарники тоже, кстати, те еще перцы Не потому что они гады и мрази А потому что в полубой случайно стрельнуть в глаз А попасть в задницу святое дело Причем в задницу счастливому союзнику, конечно же Так что от своих пуль будете гибнуть Ненамного реже, чем от вражьих И все это под крики ваших карикатурных персонажей О свободе и демократии Причем неважно, киборгам они это кричат Или безмозглым жукам И тем и тем пофиг А нам пофиг, что им пофиг Потому что на экране творится самая настоящая мясорубка Не отпускающая тебя ни на секунду И все это под шикарный и задорный саундтрек Выполненный в модном сегодня И удобном в принципе слоеном стиле На обычных уровнях сложности вы будете слышать одну музыку Ну а чем сложнее, тем больше она начнет меняться В более эпическую сторону Вплоть до того, что ты заслушаешься и сдохнешь в очередной раз К слову, если заморочиться Исследованием карты, то можно найти образцы 10 образцов, собранных на миссии Дают одно научное очко Очко, детишки, это важно Всегда дорожите своим очком В данном случае оно позволяет, будучи на мостике Прокачать оружие или стратегемы У стратегем всегда 3 уровня А у оружия также несколько дополнительных опций Это уже от пушки самой зависит Ну так вот, получается, что при выборе планеты Мы выбираем именно стратегемы, которые нам дадут в награду Чем сложнее уровень, тем, конечно же, круче стратегема Так, по окончанию всех миссий планеты Мы получаем опыт и сообщение, что супер-земля довольна нашими успехами Количество опыта зависит от живучести и выполнения заданий Если задание провалено, то опыта дадут, конечно же, меньше А где-то на супер-земле супер-путин снова получит супер-налоги для наших супер-граждан Если планета уже завоевана, то вместо стратегем Дадут дополнительный опыт и все Если завоеваны все планеты, то нужно лететь в другую систему Там тоже что-нибудь вкусное есть Если завоеваны вообще все планеты, не беда Есть еще возможность атаковать родной мир расы Видите ли, это считается глобальной войной Каждая завоеванная планета добавляет немного очков в общую копилку Сам-то лишь капля в море Но тысячи игроков по крупицам отвоевывают галактику У всякой космической нечисти Поэтому может случиться так, что все задания будут выполнены И стратегемы будет не получить, пока цикл не перезапустится То есть пока наступление на родной мир не провалится Или же наоборот не обернется успехом Если все три мира будут завоеваны То, собственно, игрокам объявят какие-нибудь все молодцы-холодцы Покажут ситры и все начнется сначала Да, в этом мире только война И это хорошо Кстати, нельзя не отметить довольно качественную визуальную составляющую Я про дизайн Графика неплоха, да, но на огрехнее собственное внимание обращать некогда А вот дизайн и правда хорош Типа планет не так уж много Снежные, пустынные, лавовые, болотистые и все Зато в зависимости от рандома на них может быть разная цветовая палитра Благодаря чему создается ощущение разнообразия Кстати, эффект пересеченной местности также присутствует По болотам, пескам и снегам спокойно может шастать только тяжелая техника Вроде тех же дредноутов А еще в этой игре присутствует мой любимый тип миссии Last Stand Это когда тебя запирает на клочке карта И ты должен отбиться от наседающих орд врага Здесь они прут бесконечно, тебе нужно набить определенное их количество Вызвать шаттл, дождаться эвакуации и свалить И далеко не всегда это просто, далеко не всегда Зато всегда очень весело Ну и также для особых извращенцев есть архи-сложные миссии По сражению с боссами фракций Ну, сами понимаете, одолеть их нелегко Кстати, обидно, что из ценных наград за победу над ними дадут лишь опыт Вот такая вот игрушка Напоследок скажу, что разработала игру компания Arrowhead Game Studios Это те люди, которые подарили нам магику Изначально игра шла как эксклюзив для PlayStation Отсюда и цена до сих пор такая К тому же к ней есть аж 17 дилси И все такое вкусное, аж зудит Они добавляют новое оружие и стратегемы И некоторые из которых действительно полезны Например, дредноут лесоруб Хотя стоит этот набор довольно дорого Брать советую по скидке в праздники Но все же не могу не отметить один приятный факт Игра выпущена в 2015 году А игроков до сих пор полно Найти напарника в сети плевое дело Найти адекватного напарника в сети Но это уж вы замахнулись Люблю долгоживущие проекты Особенно такие качественные В Халдайверс нет каких-то особенностей Благодаря которым ее можно было бы назвать Игрореликтом Однако она без приукрас шикарна Надолго ее не хватит Но в качестве варианта зайти и пострелять Выйти подойдет идеально Так что у вас есть отличная возможность Поддержать солдат Суперземли И получить от этого суперудовольствие Суперземли